Продолжение следует... Здравствуйте! У нас сегодня второй день математических тренингов. Я очень рада, что те, кто у нас пишут тренинги в зале, кого могу наблюдать, сегодня работали, во-первых, намного быстрее, чем вчера, во-вторых, намного лучше, то есть сделали больше задач, больше правильных задач решили в части Б, 1-14, и больше сделали во второй части. Я очень надеюсь, что у вас тоже хорошие результаты, и, пожалуйста, вот у нас 4 дня математических тренингов. Результаты свои каждого дня записываются. То есть вы просто увидите, да, что было в первый день. Например, первый день, вот эти первые 14 задач решал 50 минут. Второй день уже 30 минут, хороший результат. Первый день было 12 задач правильных, второй день 14, отлично. То есть с каждым днём у вас результат будет становиться лучше. Сейчас на доске ответы на часть Б на первые 14 задач. И, как вчера, пожалуйста, ваши запросы, какие задачи надо разобрать. Пишите, пожалуйста. Итак, что у вас в зале? Скажите, пожалуйста, какие задачи готовы разбирать? Пятая. Так, пятая. Хорошо, ещё. Седьмая. Ещё какие? Пятая. Тринадцатая. Хорошо. Я сейчас рассказываю по просьбам зрителей, которые взяли задачи пятую, седьмую и тринадцатую. Если надо ещё какие-то разобрать, мы туда добавим. Пятая. Самая стандартная задача по теории вероятности. Это где автоматическая линия изготавливает батарейки. Теперь вероятность того, что готовая батарейка неисправна, 0,02. Дальше. Перед упаковкой каждая батарейка проходит систему контроля. Вероятность того, что система забракует неисправную батарейку 0,99. Найти вероятность того, что случайно выбранная, изготовленная батарейка будет забракована системой контроля. Так вот, где-то 60, наверное, процентов всех задач по теории вероятностей, которые есть у вас в банке задания, они вот такого типа. Их очень много. Разного содержания. Напомню, даже несколько. Вы наверняка такие уже решали. Хорошо. Пишите, пожалуйста, какие ещё задачи нужно будет разобрать. Итак, автоматическая линия изготавляет батарейки. Батарейка может быть либо хорошей, либо бракованной. Правильно? То есть, или она хорошая батарейка, и вероятность этого события 0,98. Как я узнала? А я узнала это... Нет, я не буду говорить, наверное, неисправная, я скажу, неисправная. Вот. Неисправная. А вот вероятность того, что батарейка неисправна, 0,02. Батарейка либо работает, либо нет. Если она работает иногда, мы всё равно считаем, что она неисправна, она должна работать постоянно. Значит, эти два события, батарейка хорошая или батарейка неисправна, являются какими? Несовместные события. Они не могут наступать одновременно, либо так, либо так. Так вот, вероятность суммы несовместных событий равна сумме вероятности. Что значит сумма? Либо то, либо другое. Либо батарейка хорошая, работающая, либо она неисправная. И в сумме две эти вероятности должны давать единицу. Я сейчас говорю самые такие простые вещи из теории вероятности. Все знают, наверное, да? Хорошо. Дальше. Это вот объективно, она либо хорошая, либо неисправная. Дальше батарейка проходит в систему контроля. Ну, каким-то образом эти батарейки проверяют. Вот здесь вот этот контроль. Вероятность того, что ошибка, в системах по ошибке забракует исправную батарейку, 0,01. Значит, я напишу здесь «брак» в кавычках 0,01. А вероятность того, что система не забракует исправную батарейку, соответственно, 0,99. Правильно? Дальше. Дальше, стены, которые... Ой, это же, наоборот, у меня неисправные, я не буду написать. Сейчас. Давайте, тогда мне придется стены там написать, чтобы не черкать на ней. То есть, о чем я говорила? Что батарейка либо хорошая, либо неисправная. Да, хорошая она с вероятностью 0,98, неисправная 0,02. Дальше. Система контроля батарейку либо пропускает, либо нет. Хорошую батарейку, она пропускает с вероятностью 0,09. А не пропускает, то есть я вот в кавычках напишу «брак», то есть считаю ее бракованной, с вероятностью 0,01. Вот теперь все на месте. Теперь, эта система там для того, чтобы осиливать неисправные батарейки. Неисправные батарейки, эта система забракует с вероятностью 0,99. Это будет брак. Это реально будет брак, потому что она неисправная. Да, и с вероятностью 1,01 система ее пропускает. Ну и вот, написали все возможные варианты. Где-где? 99, конечно, спасибо. Мы написали все возможные варианты. Какие здесь варианты, какие события могут быть? Батарейка хорошая, и она пошла в продажу. Батарейка хорошая, ее по ошибке отправили в брак. Батарейка неисправная, ее отправили в брак. И батарейка неисправная, и случайно ее грудали. Добавили в хорошем. Я написала, нарисовал такое дерево возможных вариантов. И вот давайте вспомним, вот задачи у нас были про кобой Джона, который стрелял по мухам из револьвера. Помните, такая немножко идиотичная задача, да? Все, наверное, решили на пробных. Про курочек, которые несли яйца, там разные категории. Еще там про гепатит была задача. Еще, кто помнит, еще какие были. Вот посмотрите, там сборников много-много таких задач, где мы тоже рисуем дерево такой всех возможных исходов. Ну а дальше все просто. Нам нужно найти вероятность того, что случайно выбранная изготовленная батарейка будет забракована системой контроля. Забракована. То есть, либо хорошую батарейку забраковала система контроля. Вот такой вот. Либо неисправную батарейку забраковала система контроля. Это и сюда. Дальше. Вероятность того, что батарейка хорошая и случайно попала в брак. Равного произведению вероятностей вот этих двух событий. То есть, события случайно. Исправность батарейки, да, и попадание в брак. Эти события независимы. То есть, вероятность их произведения, их одновременного наступления, равна произведению вероятности. Значит, вероятность того, что хорошая батарейка случайно попадает в брак, это 0,01 умножить на 0,98. И второй вариант. Бракованная, вернее, неисправная батарейка закономерно попадает в брак. Она неисправна с вероятностью 0,02, попадает в брак с вероятностью 0,99. Мы говорили, что батарейка либо хорошая, либо неисправная. Или то, или другое. Эти события несовместны. И вероятность их суммы того или другого равна сумме вероятности. Итак, вот как считается вероятность того, что нам нужно. Теперь я выношу за скобки 0 целых. Все вот эти знаки после запятой вынесу. Остается 98 плюс 99 на 2. Это 200 умножить на 2 минус 1. Считаю и получаю ответ 0,00296, десятилетий тысячных. Если для кого-то эта задача показалась новой, пожалуйста, на моем сайте, где ставьте. Там же, вот в левом гербе в углу сайта, там вход в раздел бесплатный материал, там видеокурс по теории вероятности. У меня это просто хит-просмотр, там какие-то десятки тысяч просмотров на ютюбе. То есть люди смотрят, да, говорят, о, да, понятно, вот про эту делу вероятности все поняли. Много-много задач на эту тему я там рассказываю, разные-разные. Посмотрите, пожалуйста. Хорошо. Дальше. Седьмая задача. Седьмая мне понравилась. Я даже покажу два способа ее решения. Вот один я посмотрела здесь в зале, вот этот девчик был, а второй я просто знаю, да, как сделать. Итак, седьмая задача. Дал круг и надо найти величину одного из там вписанных углов по кругу. Я красиво сейчас круг нарисую. У вас он уже на танком на рисунке, вам проще. И как у меня там точки, интересно, расположены, вот где-то они здесь. Вот такой там вписанный угол АБЦ. Итак, первый способ решения этой задачи я уже увидела. Автор соединил точки АБЦ с центром окружности. Провел диаметры через точку А там центра окружности, соответственно, через С. Центр окружности и здесь тоже, да и здесь тоже. И посмотрели, на сколько частей в этом случае делится круг. Восемь частей, да? Триста шестьдесят делим на восемь. Получается? Разрублено. То есть здесь угол получается девяносто градусов. Тут, соответственно, половинка его это сорок пять градусов. Да? И находим тогда другие углы-то в равнометренном треугольнике. Итак. Даже, кстати, я могу сразу сумму двух других углов найти, правильно? Которая как раз равна углу АБЦ. Это сто восемьдесят градусов минус сорок пять градусов это сто тридцать пять градусов. Все. Вот мне очень понравился такой способ, где круг поделили на восемь частей и сразу все увидели. Отлично. Можно даже не знать, там прописанное процентальное вырежет задачу. Второй способ. Это угол АБЦ опирается на дугу, давайте там М поставлю, да, АМЦ. А чему равна величина дуги АМЦ? Вот она. Давайте посмотрим. Вот дуга АМЦ. Сколько она составляет? Какую часть круга? Смотрите. Три четверти круга, да, потому что вот здесь меньше дуга АБЦ, это девяносто градусов, то есть четверть круга, да. Дуга АМЦ это двести семьдесят градусов. Значит, угол АБЦ, опять же, сто тридцать пять градусов. Все, видите, просто. То есть, либо там и круг поделили, если это не получилось, вспомнили о центральном и вписанном угле. Давайте вспомним, что центральный угол, как угол АУЦ, правит угловой величине дуги, на которую он опирается, а вписанный угол, такой, как угол АБЦ, равен половине угловой величины дуги, на которую он опирается. Другими словами, вписанный угол равен половине центрального угла, опирающегося на тушь дуга. Помним, да? Хорошо. Давайте начнем еще. Давайте одиннадцатую. 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 Одиннадцатую и запас на тринадцатую. То есть, сейчас. Вы знаете, одиннадцатая задача, она настолько стандартная, взяли, все поставили, посчитали. Даже все в знаковых системах замерения. Да. То есть, в одиннадцатой задаче, даже там есть подсказка, при каком минимальном угле АФА в градусах, а там косинус АФА. Да, и понятно, что там, чтобы этот косинус АФА в данной задаче был числом рациональным, АФА должно быть согрелось. Легкая задача. А вот тринадцатую я хочу разобрать. Тринадцатая задача. По двум параллельным железнодорожным путям, друг навстречу другу, следуем скорой и пассажирки поезда, скорости которых, соответственно, равны 80 и 40 км в час. Длина пассажирского поезда 350 метров. Найти длину скорого поезда. Если время, за которое он прошел мимо пассажирского поезда, равно 24 секунды. Ответ дать нет. Первое. Что хочу сказать. Вот такие задачи, где два поезда движутся навстречу друг к другу. Ну, по параллельным путям, конечно. Не по одному. Или там один поезд догоняет другого. Или одна машинка догоняет другого. На мастер-классе 16-18 мая давал задачу, где один сухогруз догоняет другого сухогруза. Как их проще всего решать? Проще всего в движущейся системе отчета, связанной с одним из этих объектов. Как это будет в данной задаче? Смотрите, вот едут навстречу друг друга скорые пассажирские поезда. Скорый поезд прошел мимо пассажирского. Да, допустим, мы сидим в кабине пассажирского поезда и смотрим, как навстречу нам едет скорый поезд. Итак, если вот, пускай зеленый будет пассажирский поезд. Так, а красный будет скорый поезд. Вот они поравнялись. Вот кабина, где труба, это скорый. Так вот, если здесь машинист в кабине пассажирского поезда, видит приближающийся по правильному пути скорый поезд, с какой скоростью навстречу ему движется скорый поезд в его системе отчета? Да, сумма скоростей, то есть скорость сближения навстречу со скоростью 120 км в час в этой системе отчета движется скорый поезд. А если бы один, то была бы разность скоростей, конечно. Так, дальше, что значит один поезд прошел мимо другого? Это значит, что в первый момент времени вот такая картинка начал до прохождения один мимо другого. А в конце вот такая картинка, вот остается здесь же, на том же месте, я рисую, поскольку мы в его системе отчета скорый поезд, ой, извините, пассажирский поезд. И вот мимо него прошел скорый поезд. То есть что у них поравнялось? Квостовые вагоны, да? Вскорый. Отлично. Вот это значит, один поезд прошел мимо другого. Вначале, первый момент, да, когда поравнялись их кабины, и потом поравнялись квостовые вагоны, с первого момента до второго, значит один прошел мимо другого. Какое же расстояние проделала вот эта точка? Да, правильно, эта точка прошла и длину пассажирского поезда, и длину скорого поезда. Вот это расстояние, которое прошла эта точка, то есть кабину машиниста скорого поезда. А поскольку в данной задаче поезд движется поступательно, то есть все его точки движутся одинаково, то и весь поезд скорый прошел это расстояние. Итак, нам осталось оставить равновесие. Скорый поезд за 24 секунды, движущийся относительно пассажирства со скоростью 120 км в час. прошел расстояние, которое равно 350 метров плюс х. Если здесь будет длина пассажирского 350 метров, а длина скорого, которую мы ищем, это х. все. Остается только перевести все это в одинаковые единицы, в одну разметность. 350 метров. Так мы можем сейчас расстояние найти сразу в километрах. С получается 0,35 км плюс х, потому что здесь 20 км в час. 24 секунды. 24 секунды. Это какая часть часа? 1 секунды. 1 секунда. Это 1 3600 часть часа. А здесь 24 3600 часа. Сокращаем. Так, здесь получается 2 трети. Так, еще здесь 2 нолика. 12 на 2, 12 на 3. 2 трех суток – это 1 150-е часа. Подставляем в уравнение. Получается 0,35 плюс х равно 1 150 на 120. И решаем. 0,35 плюс х равно 4 пятых. Да? Так, 0,35 плюс х – 4 пятых. Как бы тут лучше сделать? Можно на 5 умножить. А, вот так можно сделать. 0,35 плюс х равно 0,8. И отсюда находим длину скорого поезда. Это 0,45 километра. А нам нужно в метрах – это 450 метров. Все. Пойдем дальше. Да? Берем вторую часть. 15-я задача. Я хочу прямо все-все по порядку. Потому что даже в 15-я задача есть что сказать. Вроде бы она простая, да? Были моменты, когда люди либо делали лишнее, либо что-то не замечали. Поэтому я хочу по порядку все рассказать. И так. Логарифм по основанию косинус х от косинуса 2х минус синус х равно 0. А решить. И найти все корни на промежутке от минус 3π до 2π. давайте вспомним, что я вчера говорила, что мы берем уравнение и, как правило, мы действуем так. Итак, пишем, чему равносильно это уравнение. И прямо сюда, в эту систему, я пишу ОДЗ. Косинус х должен быть больше 0, потому что он в основании логарифма. Косинус х не равен единице, по той же причине, что он в основании. Выражение под логарифмом должно быть больше 0. И, кроме того, логарифм этого выражения равен 0. Значит, это выражение равно единице. И я смотрю на эту систему, и я вижу, что одно из условий здесь лишнее. То есть, если косинус 2х минус синус х равно единице, то это выражение точно больше 0. Значит, эту строчку я могу дальше уже не переписывать. Я оставляю только то, что косинус х больше 0, косинус х не равен единице, и косинус 2х минус синус х равно единице. Почему не нужно было решать это неравенство? Ну, во-первых, экономим время, да, раз выполняется условие, что это выражение равно единице, оно точно больше 0. И во-вторых, решение неравенства – это такая большая дополнительная сложность, которую вы можете привнести в эту задачу. А зачем? Без нее можно обойтись. Теперь мы пользуемся формулой для косинуса двойного угла. Он выражается через синус угла. Получаем синус квадрат х плюс 1 вторая синус х равно 0. 1 минус 2 синус квадрат х минус синус х равно единице, косинус х не равен единице, косинус х больше 0. 0. Дальше единички убираем слева и справа. Получаем, я сразу раскладываю на множители синус х на синус х плюс 1 вторая равно 0, косинус х больше 0 и косинус х не равен единице. 1. Дальше то, что я уже говорила. Не разбрасываем разные части решения по вашему плану ответа. Допишем следующую систему, которая это равна сильно. Синус х равен 0 или синус х равен минус 1 второй. косинус х больше 0, косинус х не равен единице. Вот. Есть решение. Теперь отмечаем на терминетрическом груди серии решений. Я так и могу сказать. Отметим серии решений на терминетрическом груди. Синус х равен 0. Это точки какого вида? Пи. Пи, да? 0, Пи, 2, Пи, 3, Пи. Синус х равно минус 1 второй. Здесь давайте я напишу название точек. Значит, синус х равно минус 1 второй. Это точка минус Пи на 6 плюс 2Пи. И точка минус 5Пи на 6 плюс 2Пи. Ну, а здесь точки вида 2Пи и Пи плюс 2Пи. Дальше мы можем написать. Видим, что решение системы. Это х равно минус Пи на 6 плюс 2Пи. Почему? Потому что здесь х равное Пи не подходит. Там косинус либо равен единице, либо отрицательно. здесь я могу сказать, что не удовлетворяет ОДЗ. Не удовлетворяет условию косинус х не равно единице. Здесь не удовлетворяет условию косинус х больше нуля. Итак, решение минус Пи на 6 плюс 2Пи, где n принадлежит z, то есть n целый число. Теперь пункт В. Решение на промежутке от минус 3Пи до 2Пи. Вот здесь, поскольку промежуток длинный, проще воспользоваться двойным неравенством. Потому что на тримметрическом круге несколько таких кругов не очень удобно отмечать. Я пишу, что минус Пи на 6 плюс 2Пи, больше либо равно минус 3Пи, меньше либо равно 2Пи. И, как я вчера уже показывала, делим на Пи, выражаем отсюда n. И я немного побыстрее уже рассказывала об этом вчера. Получаем, что либо n... Так, ну, давайте допишу немножко одну строчку. Получается, значит, я делю на Пи, умножаю на 6. Получается, минус 18, меньше либо равно минус 1 плюс 12Пи и меньше либо равно 12Пи. Потелил на Пи, умножил на 6. n, получается, больше либо равно минус 17Пи, меньше либо равно 13Пи. Какие n целые удовлетворяют этому слову? Получаем, что n равно нулю, или n равно единице, или n равно минус единице. Каждому из этих n соответствуют x. Здесь будет x равно минус Пи на 6. Так, минус Пи на 6 плюс 2Пи. Минус Пи на 6. Ага, здесь будет минус Пи на 6. Здесь x, получается, минус Пи на 6 плюс 2Пи. То есть это, чего там, 11Пи на 6. И здесь x будет равен минус Пи на 6 минус 2Пи. Это минус 13Пи на 6. И записываю, даже вот так вот, да. Минус Пи на 6, минус 13Пи на 6 и 11Пи на 6. Это ответ. Есть. Дальше. Задача. Шестнадцатая. Почему-то я не упомяну, сейчас не увидела решение шестнадцатой задачи. Я очень надеюсь, что те, кто в онлайне ее все-таки решили, даже если сейчас не удастся полностью посмотреть трансляцию, в записи все равно это будет, все сможете проверить. Итак, шестнадцатая задача. Рассказываю подробно. Дан треугольный пролепитер АВ1. На его боковом репре АА1 взята точка М, так что АМ относится к МА1 как 2 к 1. Построить сечение пролепитера плоскостью, проходящей через точки М и Д1, параллельно диагонали АС1. Найти, в каком отношении эта плоскость делит ребро А1В1. Найти отношение объемов частей пролепитера, отсекаемых плоскостью А. Поехали, прессируем параллельно диагонали астет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И нужно построить сечение, проходящее через точки А и Д1 параллельно диагоналии акции 1. Продолжение следует... Одна линия этого сечения уже есть. А теперь мне надо построить плоскость, проходящую через эту прямую и параллельную прямой АС1. Как это сделать? Может построить прямую, которая будет лежать в плоскости А1С1, так, чтобы она была параллельно АС1 и проходила через точку М. Замечательно. Итак, что я вижу? Я вижу, что АС1 лежит в плоскости АА1С1С. Точка М, кстати, тоже лежит в плоскости АА1С1С, через точку М я проведу прямую в параллельную АС1. Почему? Потому что мы знаем, что через данную точку, в данной плоскости, можно провести только одну прямую в параллельную к данной прямой. То есть мне понадобится для построения плоскости АА1С1С. Я сейчас зеленым так обозначила. Вот эта плоскость, и в ней я буду вести построение. В этой плоскости зеленой лежит и АС1, и точка М. Обратите внимание, я не могу какие-то линии проводить просто в пространстве. Мне нужна плоскость, в которой я ее проведу. То есть я пишу, что в плоскости АА1С1 проведем через точку М, прямую и параллельно АС1. В этой плоскости через М проводим прямую параллельную АС1. Скажите, пожалуйста, а как эта прямая, вот я ее проведу, да, куда она пойдет дальше, где и что она будет пересекать? Для того, чтобы на этот вопрос ответить, я могу вынести здесь, сделать такое сечение параллельной плоскости АА1С1. И вот тогда мне уже будет все понятно на плоском чертеже. Итак, я строю такой вспомогательный плоский чертеж. АА1С1С, вот наша диагональ АС1. И через точку М, которая лежит на АА1, 9 в отношении 1 к 2, считая вершиной АА1, я провожу прямую параллельную АС1. И я вижу, что эта прямая пересекает АА1С1, ну пусть будет в точке Н. Значит, я напишу, что Эль пересекает АА1С1 в точке Н. Так, пересекает АА1С1, вот эту диагональ пересекает в точке Н. Скажите, пожалуйста, а где лежит точка Н? Кроме того, что она лежит на диагонали АС1, как нам найти, в каком отношении она делит эту диагональ? Конечно. То есть я скажу, что треугольник АА1МН в подобии треугольнику АА1АС1, значит, отсюда следует, что АА1Н – это одна треть АА1С1. Итак, точка Н делит диагональ АА1С1 в отношении АА1МН. Так, теперь у нас есть точка Н, лежащая на диагонали АА1С1. Что мы делаем дальше? Нак-соединим Д1 на Н. Отлично, соединим Н и Д1. Ну, я сейчас какую-то австрактную точку поставлю, да, а мне прошу бы знать, в каком отношении вот эта точка будет делить отрезок АА1В1. То есть, конечно, я уже вижу, что в сечении получается треугольник. Здесь, пускай, будет третья точка сечения, пусть будет точка ПА. Так вот, в каком отношении точка П делит АА1В1? Тебе, у нас и вопрос такой есть. Два, когда? Где два, где один. То есть, найти отношение АА1В1, ВП1. Для этого я тоже могу построить второй чертеж. Это будет чертеж верхнего основания АА1В1С1Д. Вот я делаю этот чертеж. АА1В1С1Д. 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 Здесь есть точка М, которая делит АА1В1С1 в отношении 1 к 3, М. Так, теперь соединяю точки Д и М. И смотрю, где у меня будет точка П. Значит, здесь Х. Здесь два Х. Где же будет точка П? Я напишу, что треугольник АА1ПН подобен треугольнику С1Д1Н. И тогда АА1П относится к С1Д1 так же, как Х к 2Х, то есть как 1 к 2. Значит, точка П – это что? Середина, да. Значит, П – это середина АА1В1. Вот она не там далеко. Оказывается, она является серединой АА1В1. Итак, мы ответили на два вопроса. То есть мы построили сечение. Мы нашли в каком отношении это сечение деликатриза КА1В1. Нам осталось найти отношение объемов, на которые плоское сечение разрезает данный профиль. То есть нам надо найти отношение В1-В2, где В1 – это объем. А чего это, кстати? Что это за объемное тело у нас получилось, которое сверху отрезается? Пирамида. Правильно. То есть пирамида МА1В1В1В1. Ну, а В2 – это объем всего пролепифета минус В1. Отлично. Нам надо посчитать объем данной пирамиды. Как надо это сделать? Давайте самый простой способ. Давайте формулу пока напишу, что объем пирамиды – это 1 треть на С основание на высоту. Вот что удобнее всего у этой пирамиды выбрать основание, а что выбрать с высотой? Посмотрите. Вот если я В1-В1 буду выбирать за основание, мне кажется, сложная задача по-моему. Ага, отлично. Основание – это МА1В1, а высота – это А1В1, то есть получается 1 треть, на С треугольника МА1В1 и на А1В1. Прекрасно. Да, у меня здесь нету ни одного линейного размера. Заметьте. Но мне, правда, никакие длины отрезков или объемы в цифрах не надо находить, мне надо найти отношение объема. Объем пролепипеда правит просто произведению А1В1 на В1С1 и на АА1. Ага, и здесь у меня В1С1, которое равно 1В1, да? А площадь вот этого треугольника я могу найти, вернее, найти какую часть она составляет от площади грани АВ1. В1. Ну что они помнишь? Пишут, пусть недоступим, надо же. Ну это Ютуб, да? Да. Итак, АБИО-поролепипед – это понятно, как считать. АБИО-поролепипеда МА1В1Д1 – это площадь треугольника. Так, 1 треть сначала тебе площадь треугольника. МА1В1, то есть 1 вторая, на 1 треть АА1 и на 1 вторую АА1В1. Получается, одна какая у нас там? Одна, девять на четыре, тридцать шестая площади грани АА1В1В. Одна, одна, тридцать шестая. Итак, какую часть, АВ, я еще, извините, не дописала, не дописала еще АА1В1. На АА1В1. Итак, какую часть, объем вот этой пирамиды, которая врезается в левом верхнем углу, составляет от объема параллелепипеда. У параллелепипеда и у этой пирамиды одинаковая, можно сказать, высота АА1В1, а площадь треугольника МА1В1 относится к площади прямоугольника АА1В1В как 1 к 36. Значит, объем пирамиды составляет 1 к 36 от объема параллелепипеда. То есть, плоское стечение отрезает от параллелепипеда 1 к 36 его объема. Сколько остается внизу? 35 к 36, да, тогда В2 это 35 к 36, и В1 к В2 1 к 35. Есть, сделаем. Хорошо. Дальше. Семнадцатая задача. Задача 17. Опять показываю, как решается ритмическое неравенство. Я очень рада, что сегодня уже это неравенство стали решать быстрее и правильнее. То есть, больше не правильнее решение сразу. Логарифм по основанию х-2 от 3х-1 плюс логарифм по основанию х-2 от 1 на х поделить на х-4 меньше либо равно 0. Сразу же пишу, чему равносильно это неравенство. Логарифм берется от 3х-1 значит 3х-1 больше 0. Единица на х больше 0. х-2 больше 0 х-2 не равно 1. Ну и еще х не равен 4, чтобы знаменатель не обращался в 0. Ну и теперь сюда допишу еще само неравенство. Только вот это произведение логарифм вернее вот эту сумму логарифму я напишу представлю как логарифм произведения 3х-1 делить на х здесь х-4 и все это меньше либо равно 0. Дальше я преобразую вот эти неравенства которые входят в ОДЗ. 3х-1 больше 0 значит х больше 1 третье. Единица на х больше 0 значит х больше 0 х больше 2 и х-2 не равно единице х не равен 3 и х не равен 4. Теперь то что я делаю я рассказывала об этом вчера это метод замены множителя или метод рационализации. Я надеюсь что вчера уже прочитали об этом методе уже готовы им пользоваться рационализации. Напоминаю что множители вида логарифм F по основанию H можно заменить в неравенствах где в правой части стоит 0 на множитель H-1 F-1 Кто не знает этот метод повторите пожалуйста у меня на сайте бесплатных материалов этот метод рассказан. Итак по методу рационализации заменяем получается х-2 на 3х-1 делить на х-1 поделить на х-4 это меньше либо равно 0 ну а личная система уже упрощается теперь она еще и короче станет х больше 1 треть больше 0 больше 2 значит точно х больше 2 не равен 3 и не равен 4 здесь очень внимательно что применить метод интервалов нам надо это выражение упростить каким образом а привести к одному знаменателю и знаменатель х записать вот туда вниз х-2 получается на 3х минус 1 и минус х вот этот х я пишу сюда я не буду трех разную друг делать и еще внизу х-4 и все это меньше либо равно 0 дальше еще немного упрощаем получается х больше 2х не равен 3х не равен 4 х минус 2 на 2х минус 1 а здесь х на х минус 4 меньше либо равно 0 теперь мне остается применить метод интервалов я рисую числовую применю отмечаю на ней точки в которых функция в левой части равна 0 или не существует потому что именно в этих точках она может менять знак то есть отмечаем точку 2 закрашенную потому что меньше лебра 0 отмечаем 1 вторую закрашенную здесь х равна 0 отмечаем пустую точку 0 пустая и четвертка тоже пустая 4 тоже пустая 0 и тройка а где 0 и тройка до 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 конечно так а что на чего там еще знаете не хватает мне кажется там нечего ничего так вот так х так сейчас 3х минус 1 1 минус 1 минус 1 минус 1 и здесь тройка, вот теперь все на месте. Выколотая. Так, конечно, тройка тогда получается выколотая, потому что х не равно 3, четверка уже выколотая. И еще я отмечу, что х больше 2. Итак, расставляем здесь знаки. 0, 1, 2, 3, 4. Берем х больше их всех, 10, например. Подставляем сюда просто, смотрим, каждая скобочка получается положительной. При переходе через четверку меняется знак на минус, потом опять на плюс, потом минус, потом плюс. Я кратко о этом говорю, надеюсь, что вы знаете этот интервал. Смотрим, где значения функции отрицательны, вот они. Отмечаем еще условие из УДЗ х больше 2 и получаем ответ, вот он, от 3 до 4. Есть, сделали. Следующая. 18 задача. Скажите, кто хотя бы пробовал решить 18 задачу? Я написал. Доказали? Доказал. Скажите. Пожди, доказали. Хорошо, решаем. Тогда 18 задача. 18 задача. В прямоугольном треугольнике АВС с прямоуголом С известны стороны АС 15, ВС 8. Кстати, третью сторону сразу можно найти, да? Попробуем только. Отружность радиуса 2,5 с центром водной стороне АС проходит через верхнюю С. Вторая окружность касается катета АС, гипотенузы треугольника, а также внешним образом касается первой окружности. Вот какая сторона речь. Докажите, что радиус второй окружности меньше, чем одна четверть с длинной катетацией. Смотрите, задача над доказательством, где надо доказать, что одна величина меньше другой. Что-то новое, да? И найдите радиус второй окружности. Делаем чертеж. Я рисую прямоугольное движение. Какие у него стороны скажите, пожалуйста? Восемь, пятнадцать и семнадцать. Потому что Пифагорова тройка. Две стороны у него пятнадцать и восемь, и третья у него получается семнадцать. Пятнадцать, восемь, семнадцать. Здесь будут А, В и С. Так, первая окружность такая, что ее центр находится на ВС, и радиус равен 2,5. Отлично, я знаю, как она расположена. Здесь всего восемь, два с половиной. Вот здесь будет вписана такая окружность. Подальше немножко, да? И остается еще кусочек равных трех. Вот. Значит, вот так вписана одна окружность. Радиус 5,2, центр О. Вторая окружность вписана в данный треугольник. Касается А, С и А, В и касается данной окружности. Ну вот, будет вторая окружность. Вот интересно, у меня центры получились один над другим. Это так и есть? Нет. На самом деле. Да или нет? Нет. А, не обязательно, да? То есть могут быть одинаковые радиусы, могут быть нет. Хорошо, я не буду тогда на этом как-то обращать внимание. Надо, может, случайно это получилось. Пускай О1 будет центр второй окружности. И надо доказать, что вот этот радиус второй окружности меньше одной четверти от центра. Давайте, какие будут предложения? Я пока напишу, что мы нашли гипотенузу. А, В это корень из ВС квадрат плюс АС квадрат получается 17. И какие предложения по доказательствам? Доказать, что радиус этой окружности, который касается гипотенузы и первой окружности, меньше одной четверти от центра. Для начала мы читаем четверть АС, получается 3,75. Хорошо. Одна четверть АС – это 3,75. Да, знаем, что сравнить. Хорошо, дальше. Ответы на первую часть вот они, смотрите. Очень рада, что вы подключились. Ответы на первую часть. Мы оттуда уже разобрали пятую, седьмую и тринадцатую. Мы можем доказать, что радиус второй меньше, чем радиус первой. А так, радиус первой меньше, чем одна четвертая окция, соответственно… Да. А как доказать, что радиус второй меньше, чем одна четвертая окция? Да. А как доказать, что радиус второй меньше радиус первой? Вот эта первая окружность, она здесь так нестандартно расположена… Я вот редко очень вижу, что в такой задаче 18 окружность где-то там, да, что ее центр находится на одном из катетов. А зато часто встречается какая, с которой мы хорошо знакомы? Уписанная. 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 Уписанная было бы легче. Уписанная. Уписанная было бы легче или… Угу. То есть вопрос, с чем здесь лучше сравнивать? Если мы с этой сравним, ну отлично, но она какая-то уж очень, да, непонятно, что с ней делать. А можно? Да. Мы можем в точке пересечения окружности провести еще окружность вокруг. А в какой кориточке? Эти? Нет, 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 нет. Какие? Потом, когда пересекаем пересечение окружности, там поставить точку. Покажи. Давай ты лучше покажешь, хорошо? Где что поставить? Здесь поставить точку. Здесь поставить точку. Да. И провести вот такую… Так, ага. И посмотреть потом, как она будет там у себя вести. Так, так же более считать, как будет… Так. По крайней мере, она будет, может быть, посмотреть вот это вот расстояние. Так, а вот смотри, я не знаю радиус вот этой окружности, которая с ним на катите, да, и так, которая вписана, кто из них больше или они одинаковые, я уже не знаю. – А где нам радиус, которая на катите? Возможно, нарисовать вот от нее? – От нее мы нарисуем окружность, то есть вот здесь вот тоже с радиуса ну и целых… вернее, 2,5, да? – Так. Либо она вот так будет располагаться, либо совпадает с нашей, либо внутри нее находиться. Я не знаю. А три случаи развалки приточатся. Еще давайте. – А можно… Можно из точки пересечения окружности провести рекендикуляр к АЦ, ну как отсечь треугольник и рассматривать этот вписан. – Вот этот? – Ну да, получится. – Хорошо. – И там дальше. – Ага, хорошо. – Мы же знаем радиус, соответственно, высоту. – Вот. Хорошая мысль. То есть. Вторая окружность является вписанной вот в этот меньший треугольник. – Подобный первому. – Подобный первому, да. – Причем коэффициент подобия тоже может. Да вообще-то мысль… Отлично! Осмотря, мы все знаем, правда? Потому что… – Потому что у нас есть радиус. – Да. – И ее смель получается. – Все, есть доказательства. Здорово. Так. Итак. Я готова доказательства записать, оно мне понравилось. Давайте, кто что писать. По порядку. – Чего писать? – Чего писать? – Чего писать? – Чего писать? – Да. Я все слышала. Теперь надо записать так, чтобы эксперт понял, сказал вау, все оценил. Уже не слышал, что ты сказал? Он только запись может посмотреть. – Так. Ну, и с точки увеличения окружности проводим перпендикулярно. – Хорошо. Пускай здесь будет точка П. Пусть П – это точка касания окружностей. Окружностей. Угу. Хорошо. – С точки П. – Проведем, да. П, там, Ф перпендикулярно АС, Ф принадлежит АС. Проведим. – Так, ну… – Так, ну… – И… – И можем по соотношению вычислить. – А еще, смотри, еще вот здесь мне точка нужна, да? – Да. – П там какая-нибудь К. – АПК пересекает… — Нет, как вспомнил. –existing – Ф вот, Ф пересекает АВ в точке К. Есть. Теперь, треугольник АФ, ai, separa, подожен к треугольнику АСУbed. Итак. – Окружность. – fe smartphone podem하기. Радиуса R вписано в треугольник АФК. Мне кажется, что мы сейчас вообще двух зайцев и первый пункт сделаем, а второй, правда? Нет, но они взаимодействуют. Здорово! Классно? Вообще мне нравится такое решение, да? Сразу два пункта. Так, окружность вписана в треугольник АФК. Итак, в треугольнике АФК, АФ будет равно 15 минус 2,5, получается 12,5. Дальше, остальные кексы как будем искать в этом треугольнике? Ну, по тем же отношению. В смысле? Ну, это КК. Что предназначение? Ты мне словами скажи. Ну, писай про полосы. Говорите, какой? Скажем, ФК относится к ЦБ, как АК относится к АВ, как АФ относится к КЦ. Ага, ФК, ЦБ с хвостной стороны, да? Так же, как тогда уже АФКЦ, да? И так же, как АК, АВ. Так, ААФ относится к КЦ, как 12,5, 15, да? Все, замечательно. Отсюда мы находим, что ФК будет равно, так, ФК, это 12,5 на 15 на БЦ на 8, дальше ФК, ФК, кто у меня там еще там? ААФК, это 12,5 на 15 умножить на 17, теперь 125 и 150, так? Так, 125, 150, да? Это что у меня? Это у меня 5 на 25, а здесь 5 на 30, да? То есть это получается 5 шестых. Ага, это 5 шестых на 8, так, это получается 5 третьих на 4, 12 третьих. Здесь 5 шестых на 17, есть. Теперь мы знаем все стороны треугольника и находим радиус вписанной окружности. Как зная стороны треугольника, найти радиус вписанной окружности? Да, С треугольника АФК, да, совершенно верно, равно полупериметра умножить на этот радиус вписанной окружности. С другой стороны, С треугольника АФК будет равно, поскольку прямоугольный треугольник, да, 1, 2, АФ на ФК. То есть это будет равно 1, 2, АФ это, здесь 5 шестых на 5 шестых на ФК, которые 12 третьих, а 12 третьих вообще, там, 12 третьих? Да, 12 третьих, 4, все, сразу сократим. Подождите, не делится же. Почему надо? Почему же на неделе 12 третьих, а 20 третьих? 23, конечно, 23. Вот, 5 же на 4, да, на 23-х. Так, и получается, это что это? Одна, ой, как-то не очень красиво. Ну ладно, может быть, я сейчас даже не буду перемножать, да, а как-то сделать это сразу? Все, все. Еще полупериметр находился. Досчитаете, хорошо, у меня немножко другое решение, вы досчитаете это, я вам скажу свое. Что-то, 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 что-то. Давайте ответим. Сейчас. Так что у меня к решению вообще это будет. Пока вы считаете, я пока пишу свой способ. Досuite. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите, а несравнимого радиуса, да, как-то даже что-то не получится. Продолжение следует... Да, я сейчас еще один покажу. Так. Из сверхглубности треугольника А, В, С. Вот я его показываю, как считать радиус вписанной окружности для прямоугольного треугольника. Вот формула. Я сейчас даю эту формулу в готовом виде. Выводится она, ну, где-то за полминуты. Как, кстати? Радиус вписанной окружности. Радиус вписанной в прямоугольный треугольник. Итак, пока вы считаете, я даю вам одну очень сильную формулу для радиуса окружности, вписанной в прямоугольный треугольник. И даже если я сейчас ее выведу, даже если я сейчас ее выведу, так-так-так, вспомогательная задача на доказательство. Вот прямоугольный треугольник. Надо найти радиус вписанной в него окружности. Первое, с чего мы начинаем. Вот мы ставим здесь точки касания окружности со сторонами треугольника. Пусть будут, например, Д, Е и Ф. И скажите, пожалуйста, С, Е, О, Д. Это что? Квадрат. На своем интенсиве по С4 по 18-й задаче, я всегда эту задачу даю, например, простого доказательства. Это квадрат. Потому что три его угла по 90 градусов, да, и С, Е равно С, Д, как отрезки гинкасательных, проведенных из одной точки. Отлично. Раз это квадрат. И здесь тоже Р. И пусть у меня А, Б обозначен за С. А, С это Б, и В, С это А. Тогда что мы получим? Б, Д это А минус Р. А, Е это Б минус Р. И тогда ипотенуза А, Б, то есть С, будет равно сумме А, Ф и Р, Б. А, Ф равно А, Е, то есть Б минус Р. А, Б, Ф равно Б, Д, то есть А минус Р. И отсюда мы сразу получаем Р. Р будет равно Б плюс С минус А пополам. Смотрите, буквально за минуту вывели формулу для радиуса окружности, вписанной прямоугольный треугольник. Быстро. И даже проще, чем полупериметр искать, площадь искать, все гораздо быстрее. Здесь я написала, что наш радиус окружности меньше, чем радиус окружности, вписанной в треугольник АВЦ. По формуле посчитала радиус окружности, вписанной в треугольник АВЦ. Я получила, что он равен 3. 3 меньше, чем 3,75, то есть, что там было, 1 четверть от АЦ. А радиус окружности, а радиус окружности еще меньше 3, значит, тем более, он меньше 1 четверть от АЦ. Доказали. Дальше. Вы можете просто взять эту формулу, воспользоваться решением, которое подсказали, и считать радиус окружности, вписанной в треугольник. И получается такой же, как в нижней окружности. Да, отлично. В треугольник АВК. И получается такой же радиус, как в нижней окружности, и отмет R 2,5. Хорошо. Там есть другой еще способ. Другой я вам тоже могу сказать. Значит, как еще можно по-другому? Не буду подробно расписывать, чтобы понятно, собачки, да? Второй. Давайте посмотрим вот на эту конструкцию. Две окружности, вот они, касаются прямой АЦ. Две окружности касаются прямой АЦ и касаются друг друга. Здесь у вас R, здесь у вас половиной, а здесь что? R большой плюс R маленькая, да? Потому что центры, касающиеся окружности и точка касания, лежат на одной прямой. Так вот, что можно отсюда найти? Если здесь, пускай будет точка какая-нибудь P, можно найти Cp, можно найти A, P, выразить это через R, через радиус маленькой окружности. Потом рассмотреть треугольник A, P, O1. Вспомнить, что центр, вписанный окружности, лежит на бисектрисе угла, в который она вписана. И из этого прямоугольного треугольника через тангенс угла найти R. Откуда найти тангенс этого угла? А? Пусловно скажите, теперь показать. Как? Нужно А, P разделить на О, P. Да, конечно. Если мы, ну я хочу вот тангенс этого угла найти. Если мы P, O1, да, делим на О, P, мы выражаем его через радиус. А с другой стороны, если это угол Альфа на 2, да, мы можем тангенс Альфа на 2 выразить через те величины, которые у нас есть из прямой угольной треугольной кобыцы. То есть решить эту задачу через тангенс половинного угла. Вот второй способ. Первый способ, проще. То есть первый способ, да, когда здесь просто провели прямую параллельную ВЦ, рассматривали вписанную окружность, у нас еще проще. Вообще многие задачи по геометрии можно решать и первым, и вторым, и третьим, и пятым способом. Главное, чтобы это было корректно. Дальше идем. Пошли. Очередная, девятнадцатая задача. Я решила для разнообразия уже не брать эти бесконечные задачи про кредиты. Я уже тысячу раз их рассказывала, да, и в видеокурсе рассказала, и на всех мастер-классах рассказала. Оказывается, сейчас в банк заданий добавили новые задачи, вот эти девятнадцатые. Их становится больше. Поэтому даже в видеокурс по девятнадцатой задачи летом для учащихся следующего года я буду писать, вернее, тарисовый, добавлять к тому, который есть, выпускать за мной. Значит, здесь, в начале года пять-шестых, в некоторые суммы денег вложили в банк А, а то, что осталось, в банк Б. Если вклад находится в банке с начала года, то к концу года он возрастет на определенный процент, величина которого зависит от банка. Известно, что к концу первого года сумма вкладов стала равна 670 условных единиц. Если первоначально пять-шестых сумм было бы вложено в банк Б, а оставшуюся вложили в банк А, то по истечении одного года сумма выросла бы до 710 у единиц. Определите сумму вкладов по истечении второго года в этом случае. Давайте разбираться. Можно четыре уравнения. Да, точно, четыре уравнения можно сделать. Итак, была первая ситуация. Есть два банка А и Б. И есть некоторая сумма. И смотрите, как здесь. Пять-шестых этой суммы вложили в банк А. Банк А. А то, что осталось в банк Б, то есть одну-шестую этой суммы. Или я могу сказать, что в банк А вложили в пять раз больше, чем в банк Б. Согласны? То есть х и 5х, например, да? Или там с и 5с. То есть сюда вложили 5с, а сюда с в банк А вложили в пять раз больше. Что там будет через год? Давайте посмотрим. Каждый банк начисляет процент. И мы помним, что если я сумму С вложила в банк, она там увеличивается на П процентов. Значит, стало С на 1 плюс П сотых. Помним? Хорошо. И вот этот коэффициент единица плюс П сотых мы можем тоже обозначить за какую-то переменную. И пусть х это 1 плюс П1 на 100, это во сколько раз увеличился вклад в первом банке за год? А у это 1 плюс П2 на 100, это во втором банке за год. То есть во сколько раз увеличился вклад во втором банке за год? Значит, через год эти 5с увеличились в х раз, а здесь будет х на с. А через 2 года еще в х раз. Подождите, а у нас что? Подождите. А не штабра, а проценты разные. Давайте здесь у, конечно, здесь у, тоже разные проценты. Через год еще в х раз увеличилась первая сумма 5х квадрат на с, а это еще раз выберет, у квадрат на с. Вот такая ситуация. Итак, мы получаем, что там было. Что к концу первого года сумма вкладов стала равна 670 уе. То есть 5хс плюс yс равно 670. А через 2 года там стало уже 749 уе. Значит, 5х квадрат на с плюс y квадрат на с равно 749. И теперь еще есть вторая ситуация, смотрите. Это с х плюс 5 с и у. В общем, вот пятерка в другом месте. Да, пятерка в другом месте. То есть, если бы в 5 шестых суммы было вложено в банк B, а оставшийся в банк A, то по истечении одного года сумма выросла бы до 710 условных единиц. И вторая ситуация, что сюда вложили S, да, и через год, а отсюда 5s. А вложили S, вывложили 5s. И тогда через год, здесь был бы x на S, а здесь y на S. Значит, через год сумма была бы равна 710, то есть x на S плюс 5yS равно 710. Есть. Еще одно можно. Что? А еще, что нам еще нужно? Еще. Не, ну можно потом ее написать. Да, сумму вкладов по истечению второго года в этом случае. А давайте мы ее и запишем, что через два года здесь x квадрат S, а здесь 5y квадрат S. Значит, x квадрат S плюс 5y квадрат S будет равно какой-нибудь там D. И это D нужно пройти, вот. Вот какая получается система. Осталось ее решить. Да, осталось ее решить, да. То есть вид у нее, знаете, вот посмотрите, да, ведь страшноватый. Потому что переменных много. Да, x мы не знаем, y не знаем, S тоже не знаем, и D тоже не знаем. Ну, вообще-то 4 уравнения, 4 неизвестных системы должна решаться. Да, можно все повыражать. Давайте все повыражаем, конечно. Так. Можно опросить? Мне хочется даже не выражать, да, а что-то складывать и вычитать эти уравнения между собой. Вот. Какой вопрос? А на икдер. Что? А на икдер ограниченное число чадрепов могут давать. Знаешь, их дают немного, но если есть, тебе не хватает, тебе надо заранее попросить. А, то есть если ты бросишь, тебе дают еще? Да, они обязаны дать, что заверните. То есть они обязаны давать черновики, только лучше это делать заранее, потому что пока там дежурный за них пойдет, принесет их откуда-то, когда время придет? Нет, черновики обычно в кабинете. Это было хорошо, да. У нас были такие ситуации, когда чего-то не хватало, пока там за ними ходили, человек сидел, ждал время делиться. Хорошо. Что с этим делать? Вот я подумала, что из первого и третьего, смотрите, я могу что-то получить. Первый и третий, да? То есть я их могу, например, первое я умножу на пять и вычту из него третье, да? Что у меня тогда исключается, смотрите? Пять не исключается, да? Давайте так и напишу. Умножим уравнение 1 на 5 и вычтем уравнение 3. И получим вот что, что 24хс равно 2640. Так, хорошо, а можно сделать по-другому. Первый и третий я с ними работаю, да? Что можно сделать? Я могу третье умножить на 5 и из него вычесть первое. Я иксы тогда исключу. Да, умножим. Третье на 5 и вычтем первое. Я получаю, что 24хс будет равно 2 880. Ну, и отсюда у меня будет вот такая система. Игрек на С равно 120, а икс на С равно 110. То есть игрек это 120 делить на С, а икс это 110 делить на С. Ну, уже лучше. Дальше. Как легче? Я по-любому взял. Ну, ответы получим? Да. О, классно. Какое ощущение? Ну, можно просто взять первый год из первого случая и первый год из второго случая то же самое получается. Сколько получилось? Ну, икс, опять же, 120 икс на С, а здесь получилось. А, то есть у тебя только здесь ответ, да? А дальше? Да, дальше я не начал. Ты дальше еще не начал. Так, а где у меня продолжение? Ну, у меня начинка. Ладно, мы его сейчас сделаем тогда. Итак, икс, икс мы отсюда нашли. Теперь у нас есть третье, третье мы уже использовали, есть второе, есть первое, чтобы сделать со вторым уровнем. Смотрите. Кстати, смотрите, какую хорошую вещь, а вы обманете связь между икс и икс, правда? Да, то есть, икс, 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 икс аккуратно это нужно. Так, x меньше, чем y, да, то есть x это 11 двенадцатых от y. Вот, хорошая связь. Итак, x это 11 двенадцатых от y. Ну или y это 11 двенадцатых от x. Значит, что у меня уже есть? У меня есть второе уравнение, в которое я вот это все подставлю. Подставим. Уравнение 2. Получается 5x квадрат плюс 12 одиннадцатых в квадрате на x квадрат. И все это на s. Это равно 749. Хорошо. А что у меня в четвертом уравнении? А мне надо найти вот такую величину. x квадрат плюс 5 на 12 одиннадцатых в квадрате на x квадрат умножить на s. Как это сделать? Даже систему не обязательно, да? Здесь я, смотрите, x квадрат s выношу за скобки. Значит, там остается 5 плюс 144 121 на x квадрат на s равно 749. А надо найти 1 плюс 5 на 144 121 на x квадрат на s. Как буду искать? Самое ужасное, что я, по-моему, ответ не записала. Тоже решала решенную и не записала ответ. Хорошо, нам придется сделать его на месте. Что делать, давайте. Дальше сюда можно поставить на d, да? Значит, d равно x квадрат делить на s. Это что? Это 749. поделить на 5 плюс 144 121 на x квадрат на s. Так, и умножить на 1 плюс 5 на 144 121. Так, дальше что делаем? Вы мне тоже подсказываете, пожалуйста, так? Что дальше? Какое действие? Быстро, быстро, быстро. Что надо посчитать? Ну, как решаем? Давайте, понимаете уже. Смотрите, в доске написан пример для пятого класса. Пятиклассник, у которого уже дроби, да он такой решает, и еще сложнее решает. Ну, с 121 нам нужно ледничку сверху, потом саму и из нее тер. Так, числитель и знаменатель умножаем на 121, да? Здесь 749, здесь 121 плюс 5 на 144, и здесь 121 умножить на 5 и плюс 144. У меня прям так хочется что-нибудь сократить? А? С чем? Не знаю. С чем? Я не знаю. Пока нечего сокращать. Пока нечего сокращать. Хорошо. Дальше. Что? Знаменатель. Знаменатель. Он же легко считается и... Как это почитается? Ну, в смысле, да, знаменатель легко считается, да, если у нас 749, это будет супер. Значит, здесь получается, что у меня, так, 21 на 5, это 105 и 500, 605 плюс 144. 749, какое счастье. Замечательно. Получается 121 плюс 5 на 144. Там 741, там все получается. Все, супер. Значит, 144 на 5, получается 841. Ура. Так, что спрашивали в задаче? Самое главное сейчас записать ответ правильный, да? Я тебе спрашивали в задаче. А, председатель? Да, определите сумму вкладов по сечению второго года. 841 условная единица. Ура. Учили. Наибольшое завершательство может вызвать вот эта вся алифметика. Ну, давно был пятый класс, да? Кальпулятором нельзя было пользоваться. Остается у нас 20 и 21 задачи. Двадцатая задача я взяла классика. И даже такая задача очень похожая. Похожая задача была на НИДе 2 года назад. То, что там была полуокружность и прямая, которая ее касается. Сейчас немножко скажу про двадцатую. О, наконец-то, наконец-то. Уже люди начали общаться хорошо. А то совсем не включалось. Двадцатая задача. Ах плюс корень из минус 7 минус 8х. Минус х квадрат равно 2а плюс 3. При каких а? Уравнение имеет единственное решение. Ну, без параметра в одну часть, все остальное. Конечно. Стандартная задача. И к ИГРЮ. И к ИГРЮ. И к УРЮ. И к уравнению полуокружности. Одно. Вот насчет два раза в квадрат. Я понимаю, к чему вы хотите привести. Что там какое-то квадратное уравнение. Когда у него дискриминант равен нулю. Да. Вы знаете, там такое уравнение может получиться. Мне уже что-то предыдущей задачей надоело считать. Здесь хочется попроще что-то сделать. Что касается задач с параметрами. На сайте ИГРЮ. Есть бесплатный видеокурс по графическому методу. Туда же в материалы заходите. Да, бесплатный материал. Математика. И там С5. Видеокурс. Это запись семинара для преподавателей, который я была в 2012 году. Графический метод в С5. Это не все. Потому что трехчасовой семинар. И уместить туда вообще все, что можно, ну нереально. А вот графический метод я рассказала там полностью. И вот этот семинар, и мастер-классы интенсивы УЦ5. Я начинаю с чего? С функции графиков. Да. И таких вот базовых каких-то геометрических мест точек, линий, которые часто встречаются в С5. Например, х квадрат плюс у квадрат равно р квадрат. Это что? Окружность центра в начале координаты радиусом модуля. То есть радиус здесь модуля. А вот если я отсюда выражу у и сделаю такую систему, что у больше либо равно нуля, и у – это корень квадратный из r квадрат минус x квадрат. Это что? Полуокружность. Полуокружность. Причем верхняя. Поскольку у больше либо равен нуля. Полуокружность с центром в начале координат, да, и радиусом модуль r. Хорошо. x минус a в квадрате плюс y минус b в квадрате равно r квадрат. Это окружность с центром в точке ab и радиусом модуль r. Ну и, соответственно, если я выражаю y как корень из r, квадрат минус x минус a в квадрате плюс b, это полуокружность с центром в точке ab и радиусом равной модуль r. Сейчас я об этом говорю на эти слова. Вообще графики, преобразование графиков. А также вот эти интересные геометрические места точки на влочности. Например, окружность. Ромбик. Каким уравнением задается. Расстояние между двумя параллельными. Вернее, часть плоскости между двумя параллельными прямыми. Множество точек, которые на одном отрезке. Как это все задается уравнениями. Очень интересная тема. И рекомендую и вот эту запись семинара по графическому методу. И вот у меня сейчас есть, смотрите, у меня есть полный здесь видеокурс. Да, премиум. Вот C5. 20-я задача. Он там, по-моему, самый объемный. Это 5 часов видео. Там и графический метод, и все остальные методы, какие бывают. То есть я старалась сделать максимально полный обзор от C5 по 20-й задачи. Значит, кто в зале, кому надо что-то повторить. Да, из, там, ну, например, там, георитрую надо повторить. Пожалуйста, диски у меня здесь есть. Там, 21-ю задачу надо повторить. Пожалуйста, это есть все. Кто онлайн, диски сейчас можно заказать с скидками. И адрес вы знаете, да, наверное, я всем уже говорил и писал на почту. Это DVD-EG-Stadia.ru. Это видеокурсы для подготовки к ИГ по математике. Так, давайте тут красиво напишу, все плохо пишите. DVD-EG-Stadia.ru. Это видеокурсы. Я сейчас просто знаю уже этот метод. Я знаю, что это уравнение надо вести к уравнению полуокружности. Дальше. Прием, о котором я тоже рассказывала. Мы разделяем, чтобы не было здесь слишком сложной функции. Да, этот корень оставляем мы в левой части. А все остальное переносим вправо. Иногда то, что без параметра удобно оставить в одной части уравнение, то, что с параметром в другой. Один график получается неподвижный, а другой будет как-то относительно него двигаться. Значит, 2А-АХ плюс 3 в правой части. Решать будем графически. И вот когда решаете графически, очень важно не просто нарисовать две картинки и записать ответ. Полностью расписывайте все решение. Построим график функции такой-то. Это будет там, расписывайте что. Построим график такой-то, тоже про него написали. Единственная точка пересечения будет в следующих случаях. А в таком случае будет уже больше одной точки пересечения. Пишите, пожалуйста. Значит, для того, чтобы нарисовать полукругленность уравнения, которые у нас в левой части, так под корнем мы выделим полный квадрат. Это стандартный прием. Задача. Так, вернее, это продолжение. Здесь, там где-то стояло. Вот здесь верят уже себя, потом вот здесь. Я выделяю здесь полный квадрат. Так и пишу. То есть, минус 7, минус 8х, минус х квадрат. Это минус х квадрат плюс 8х плюс 16 и минус 16 и еще минус 7. Минус я сюда за скобочки вынесла, да? То есть, это минус х плюс 4 в квадрате. Минус 16 минус на минус плюс. Плюс 16 минус 7 получается плюс 9. То есть, это 9 минус х плюс 4 в квадрате. Сделаем. Тогда в левой части у меня находится функция корень квадратный из 9 минус х плюс 4 в квадрате. А вот правую часть, вот эту, я запишу так, чтобы там понятно было, что это прямая с определенным угловым коэффициентом. Вот так, минус х на х минус 2 плюс 3. Вот я преобразовала левую и правую часть. Теперь я пишу. У1 равно корень из 9 минус х плюс 4 в квадрате. Что это? Уравнение задает, что полуокружность радиуса 3 с центром в какой точке? Минус 4, 0. А? Минус 4, 0, да. И х 2 равно минус а на х плюс 2 плюс 3. Уравнение задает, что? Уравнение задает, что? А? Там две точки, которые начнутся. Там, а нет, там нет две точки. Там промежуток. Там промежуток и точка. 0, да. 0 есть, да. А сейчас мы даем до этого. Уравнение задает, что? Это важно. Формулируйте, пожалуйста. Что это? Прямая. Одна прямая. Это уже параметр. Семейство прямых. Да. Проходящих через точку какую? Минус 2, 3. В самом деле, если у вас есть прямая у равно ах, что это такое? Это прямая, которая проходит через начало координаты, а в зависимости от того, как вот, может менять свой угловой коэффициент, да? Здесь, посмотрите, сейчас скажу, если мы взяли прямой у равно ах, так даже у равно минус ах, и сдвинули ее в точку минус 2, 3. То есть, семейство прямых, проходящих через точку минус 2, 3, в зависимости от углового коэффициента, а у вас будет равно угловой коэффициент. Давайте. У вас в первой строчке минус а, сколько? x минус 2. Дайте проверим сейчас. Да. А просто потом... Минус, 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 по-моему, да. Вот, а потом... Минус а и минус, конечно. Так, это минус. Тогда просто 2, 3 получается, вот. Тогда точка 2, 3. А еще мой вопрос. Давай. Там вот 3, 5, 2, 3, 7, даже. Что-что? От 3. Сейчас мы найдем, хорошо? Там точка 2, 3 получается, так, внешне я не зналисанно. Итак, я рисую полуоружность, рисую трех по прямым. И дальше мне словами нужно будет решение списать. Так, полуоружность с центром минус 4, ну, радиусы 3. 4, минус 4, минус 4, минус 4, так, ага, минус 4, ну, радиусы 3 будет. Так, есть полуоружность. Теперь семейство прямых, проходящее через точку 2, 3. Это у меня будет 1, 0. Вот эта точка А. И через нее проходит семейство прямых, под разными углами. И скажите, пожалуйста, как нужно провести прямую, чтобы точно была одна, только одна общая точка горизонтально, да, с окружностью? Горизонтально. Вот, пожалуйста. Одна общая точка с окружностью. Если я угловой коэффициент буду уменьшать, то есть, видите, бубавший график, да, вообще нету решений. Если наоборот, я вот так вот увеличу угловой коэффициент. Там, там, домомерно. Два решения. И так два решения, и так два, и так два, и так два, оп. Одно решение. Граница, да. Одна решение, одна, два, то есть не заключая. Вот, и все вот эти прямые. Так, вот одно решение. И вот одно решение. И до того, как эта прямая пройдет через точку с координатами минус 1, 0. Однако, если вы просто эту картинку нарисуете и напишите, какие значения а, это будет мало, потому что надо сформулировать. Формулируем, что дальше надо написать. Все, картинка есть. Ну, можно посчитать границы и провалы. Угу, подставим. Может, с этой начнем с горизонтальной. Здесь, пускай у меня будет точка B, здесь будет точка C, здесь точка D, точка A. Да, это регуляр, а не искать. Ага. Так. А мы прогнозируем. Вам нужна не кампинс. Вы мне говорите, что писать. Ага. Прямо слова вы расскажите, пожалуйста. Прямая, проходящая через точку B, имеет, единственное, так, так, прямая, а лучше так скажем, касается окружности. Точка B имеет координаты минус 4, 3, точка A имеет координаты 2, 3. Это прямая, я немножко сокращаю, да, потому что вам по-другому нужно будет писать. Вот. Эта прямая имеет уравнение Y равно 3, и при этом A равно 0. Отлично. Дальше. Вам нужны, так, кстати, а что будет, это, смотрите, здесь угловой коэффициент минус A, да, а что будет, мы потом напишем, если будут другие значения A. А что, если минус A, вот так вот мы сделаем, да, отрицательного коэффициента, меньше 0, то что? Не будет решения. Нет решения, да. Нет решения, нет решения. Да, это все меньше 0, меньше, меньше, ага, тут уже больше 0. Нет решения. То есть при A больше 0 решения у нас не будет. Хорошо. То есть при A больше 0 решения нет. А можно вопрос? Да. А вот в ИГА надо писать при таких значениях какие решения имеются и на какого-то задача у нас. То есть здесь это 0. Смотри, да, я взяла там вопрос. Почему я это расписываю, да? Я хочу показать, что я все случаи исследовала, что если я вот так вот прямую поверну, у меня не будет решений, а что если так я поворачиваю, будет 2 решения. Итак, если... Помогайте мне, так дальше струбливать нужно. Если прямая касается окружности точки... Тогда не касается пересекания, да? Тогда я написал дальше так, что если прямая, задаваемая уравнением Y2 равно минус А на X-2, проходит через точку D, все-таки 2 решения. Да. Так, дальше давайте. Единственное решение будет, если что. А вы правильно сказали уже. Да, если движется будет, да. Ребят, я знаю, что дальше написать. Вы мне скажите, что вы напишете. Минус 1, на 3. Рано, рано. Вот слова еще надо сказать какие-то. Единственное решение, если прямая, ну, я бы сказала, проходит ниже точки D... Да. Можно, скажем, пересекает OX от минус 7 до минус 2. Хорошо. Пересекает, отлично, OX от минус 7 до минус 1. А вот это мне нравится. Все, четко сформулировали, довольно кратко. Отлично. Значит, мы тогда как-то скажем. Давайте я по-зеленому буду писать, но еще не протекончился. Точка D имеет координаты минус 7, 0. Значит, уравнение имеет единственное решение, если прямая Y2 равно минус A на X минус 2, пересекает ось X при X нулевом, принадлежащем промежутку от минус 7, не включая, потому что твое решение до минус 1 включительного. Отлично. И теперь нам осталось просто это найти. Да? То есть точка пересечения лежит между минус 7 и минус 1. Так, координаты этой точки пересечения как бы найти? Вот где прямая, заданная уравнением Y равно минус A на X минус 2 плюс 3 пересекает ось X. Как найти координаты точек пересечения с уравнением? Вот это X и P, а сколько там? Вы мне прям протектуете, что делать? А, писать. Да, что мне писать? А потом вам это скоро нужно будет писать. Нужно поставить X равно минус 7, сначала уравнение. Да. И у нас эта точка будет 0. Хорошо. Поставляем 0 равно минус A умножим на минус 9. Хорошо. То есть найти границы, да? Маленький минус есть у этого решения. Знаете, какой? Здесь немножко мешает, что у нас минус A. Чтобы не запутаться, да? Лучше рассматривать интервал. Мне понравилось твое решение, где лежит точка X0, чтобы она минус 7, минус 7, здесь я не запутаюсь. У меня интервал получится. Поэтому я таким способом поступлю. Найдем X0 из уравнения. То есть прямая пересекает, то есть X, да? Минус A на X минус 2 плюс 3 равно 0. Тогда A равно X минус 2. Сейчас. A равно минус 3. А равно минус 3. Почему минус 3? Просто 3 делить на X минус 2, да? Так, а как бы мне отсюда X получше выразить? Наверное, так мы сделаем. Вот, что минус AX плюс 2A плюс 3 равно 0. Значит, X0 будет равно 2A плюс 3 делить на A. Правильно все проверяете, да? И теперь это 2A плюс 3 делить на A находится в пределах от минус 7 до минус 1. Все, я получила неравенство, которое можно решить. Решаем его и... Слушайте, мне маркер нужно черный. У меня прям вот все уже быстро закончились. Там, с одной стороны это. А? Строго не раз. Так, конечно, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. А, вот здесь. Да. Решаем его и получаем, что A будет от минус 1 до минус 1. Итак, ответ. В первом пункте мы нашли, что A равно 0, или A от минус 1 до... до минус 1 трети. А если через К, мы можем ошибиться, как раз вот так? А, смотри, если ты просто внимательно все проверяешь, нормально все будет, да? Или ты вот это минус A, чтобы оно не мешало, можешь обозначить за B, потом сделать обратную замену. Вот, почему лучше часть неравенства не просто считать границы, чтобы именно не запутаться. Остается у нас задача про трех братьев. Так, двадцать первая задача. Я видела несколько сейчас ее решений. А давайте разберем задачу. Так, двадцать первая задача. В стране Дельфиния, очень странная система подоходного налога. В золотых, значит, от одного до ста до золотых один процент. Здесь довольно в золотых. Так, дальше. От ста одного до четырехсот золотых уже двадцать процентов. А более четырехсот, а в пятьдесят процентов. Я бы не хотела жить в этой степени. Смотря, сколько можно купить на золотой. А? Смотря, какие-то стоимости, да? Золотой означает четыреста один. Да, да, да. Итак, два братья. Сварбуды ли в сумме? Тысяча золотых. Как им выгоднее всего распределить эти деньги между собой, чтобы в семье осталось как можно больше денег после налогообложения? Сколько это налогообложения? Ну, конечно, да. Но они, вот, честно, братья, да, при Деле Же, каждый получает целое число золотых. А вот смотрите, как интересно. Вот тысяча золотых между двумя братьями, да, по-моему, они там заблазят. Меньше? Ну, как, меньше и больше сейчас. Есть ли два брата у меня одна? У нас сумма. Так, а если ты брата? Могут больше спасти. А, то есть больше братьев, меньше налогов, да? Да, да. Да, тогда я представляю, чем они там занимаются. Десять братьев вообще. Десять братьев, а если сто братьев? Ну, вообще. Представляю, они там братьев фиктивные где-нибудь там, в Китае, наверное, да, они стопируют. Вот, хорошо, давайте считать. Значит, в сумме они заработали тысячу золотых. Как им лучше всего распределить? Вот я видела, приводили примеры. Например, если один заработал 100, а другой 900, то будет вот так. Хорошо, а если один 99, а другой 901? А если один 98, другой 902? Мы же не будем все числа перебираться, невозможно. Поэтому, как лучше всего сделать? Какие здесь сделать варианты? Смотрите по границе. А? По границе. По границе. Давайте мы сделаем так. Итак, в первом случае пусть первый брать заработал не более 100 золотых. тогда х1 меньше или поровну 100, и налог у него получается 1 сотый от х1. Второй х2 – это 1000 минус х1, и его налог – это 0,5 на 1000 минус х1. Правильно? Значит, сколько у них останется после уплаты налога 0,99 на х1, а здесь осталось половина. Да? И тогда общая сумма, которая осталась у братьев, это 0,99х1 плюс 0,5 на 1000 минус 0,5 на х1. То есть получается 500, вот эти, и еще плюс 0,49 на х1. Так. Какое наибольшее значение этой суммы? А? Правильно. То есть это меньше либо равно, чем 500 плюс 0,49 умножить на 100. Потому что, смотрите, в этой схеме первому брату надо заработать по максимуму. Да? У него он меньше налогов платит. А максимум, который он может заработать – это 100. И вот то, что мы словами, мы из вас говорили, да, я слышала, я сейчас напишу в виде формулы. То есть это меньше либо равно 549 золотых. То есть наибольшее число золотых, которые могут заработать, сохранить братьев по первой схеме – 549. Так, хорошо. А х1 – это сколько заработал первый брат, а здесь второй брат. Так, теперь вторая схема. Ну, пускай, да, теперь каждый заработал более 400. Более 400 золотых. Что тогда будет? Тогда будет 50% на все. Отлично, 50% на все, да? Тогда оба заплатят 50% на лога и останется сколько? 500. Или? Максимум, или меньше. Ага, то есть в любом случае останется 500 без гелия, да? Да. Потому что останется сколько? 0,5 умножить на 1000, да? 500. Так, невыгодная схема. Первая лучше. То есть первый брат такой малобеспеченный, да, зато у него есть важный ролик. Еще есть вариант. Еще есть вариант. Давайте. Значит, третий вариант. Видимо. Когда один. От 100 до 300. Да, ага. Третий, да? Когда один брат. От 100 до… Да, с 101. Спасибо, да. Потому что с 101 начинается. От 101 до 400. Да? То есть х1 от 101 до 400. Так, хорошо. Х1 у нас был. Давайте х2 сделаем. Х2. Х2 тоже будет. Хорошо. Иль давайте, да? Игрек 1. От 101 до 400. Сейчас 400 там входит? Да. Входит. Хорошо. То есть первый брат платит 20 процентов, да? Налог у него будет 0,2 на Игрек 1 и осталось 0,8 от Игрек 1, правильно? Тогда второй, второй Игрек 2, какой получается, 1000 минус Игрек 1, это про первого брата, это второй брат. И у него уже на долг получается 50 процентов, да? Значит, у него здесь 0,5 на Игрек 2, и здесь тоже 0,5 на Игрек 2, то есть 0,5 на 1000 минус Игрек 1. Отлично. Теперь мы можем записать, сколько у него остается. Почему? 0,8 от Игрек 1. Потому что налоги 0,2 20 процентов он заплатил. Спасибо. У него уже 20 процентов. Значит, в этом случае остается... Осталось. 0,8 от Игрек 1 плюс 0. 5, нет, давайте мы сделаем так. Плюс 500 и минус 0,5 Игрек 1. Получается 0,3 Игрек 1 плюс 500. Смотрим на это выражение. При каком Игрек 1 эта сумма будет наибольшей? 400. Да. Наибольшая. При Игрек 1 равно 400. Отлично. 620. Это будет самое большое, если... Да. Получим 620. Вот теперь мы знаем, как надо распределить это 400 и 600. Поздравляю тех, у кого были такие ответы. Молодцы. То есть, даже если там не полностью все вот это расписали, да, там уже много у вас было написано, баллы за это дадут. Классно. То есть, 400 и 600 наиболее выгодная для братцев схема. Пункт 2. Убрать, неожиданно появился 3. А, у меня там такая форма заработка такая. Давайте я к вам брату пойду. Да. Появляется третьим. А вот как теперь нам эти семы все расписать? Давайте подумаем. Каблицу можно. Каблицу можно, да. То есть, как вообще могут распределить деньги 3 брата? 3 брата точно не могут распределить так, что каждый меньше 100 получит, да? То есть... Могут 2 до 100, а 1 много. Да. Ага, могут 2 до 100, а 1 много, да? Нет, 2 до 400, лучше 1 200. 2 до 400. 1 200. 1 от 200. Значит, все трое от 100 до 400, отлично. Значит, первый способ. Ну, просто надо посмотреть, как в том случае. Мы же знаем, самое выгодное. Все трое от 100 до 400, отлично. Второй способ, какой? Первый. 100, 100 и до 100. То есть, до 100, до 100. Ага. А я давайте схемки уже нарисую. То есть, здесь это тысячи их золотых. Первый. От 100. Тогда 100 на год до 400, да? Можно, наверное, не считать, потому что 520 процентов все равно... Отлично, отлично. 101 до 400, да. Так, и здесь получается... Осталось сколько? 800. Да. Они все заплатили по 20 процентов, у них осталось 800 золотых. Отлично. Видите, как быстро получается уже вторую, когда с тремя братьями. Так, второй способ. Значит, первую, тысячу вот эту мы делим так, что первому от... Давайте от одного до 100 поделим. Так, второму как мы сделаем? Вторую тоже от одного до 100. И третий... Больше... Больше... Чего там? 400, да? Так, третий способ давайте. Оба более 400. Тысяча. Так, оба более 400. Значит, один от 400. Остальные тоже от 400. Да. И там нужно... Там нужно по одному по разу глядать, но до 100. Знаете, что? А нам нужно максимум. То есть, что-то мне кажется, что в этих случаях у них максимум уже их не получится. Еще можно вариант 400, 500 и 100. Да, да. Но там тоже мало получается. 400, ровно. А, 400, то есть самое большое, которое за 20 процентов. Да. Давайте посмотрим. Так, один от 400 и второй от 400, да? Сколько будет тогда? Ага. То есть... Ну, так уже 400 получается, а то, чтобы смесь... Ага, а третий меньше 100, да? Или надо 100 одного точных. Ну, если здесь меньше 100 заработал этот город, да, то эти заработали. Ну, вообще-то получается, что уже... 4 максимум заработали. 4 максимум заработали. Да. То есть вместе у них получается 400, да? Или больше 500, в моем случае. Значит, не больше 500. Я сейчас уже более кратко расписываю. Нет, не претендует на хорошую схему, да? Да, здесь смотрим, что будет. А оба от одного до 100, третий больше 400. Там получится около 600, может, 300. Как около? Ну, по максимуму, если 598 они получают. Да. Потому что по единичке с вот этой... То есть максимум, да, они могут получить по 100. Правильно? Да, но меньше процент почитается 1. Ну да, до 99, как я скажу. Да, до 99, как я скажу. Да, до 99 еще говорю, да? 99, да? Так, значит, можно наибольшие посчитать наибольшие, наибольшие, как-то сказать, наибольшая сумма, которая осталась после уклада налогов, да? Не более, не более чего получается. Ведь из 198. Значит, ну там вообще 800, то есть первый способ был лучше. Ну, да. Там больше нет других вариантов, которые были. Такие чего стали способы? Значит, мы разобрали, от одного до 100 два брата, плохо. Вот так, два по 400, и третий меньше 100. У нас есть еще одному 100, другому 400, а остальному 500. Ага. Одному 100? Нет, там 500 чем-то получается. Так, вот у нас остался еще способ, когда одному до 100, другому до 400. До 400. А, то есть 101 400, да, вот сюда, а третьему до 100. Вот 400, да, там. Чем вам этот способ? Вот этот может петендовать. 669. Могут ли они выбросить часть суммы для первого случая? У меня тоже было такое, зарыть. Классно. Классно. Слушайте, не представляете, что там вообще в этой стране происходит, да? Заказаться от половины зарплаты, это уже не сможешь получить. Заработали, дать, потом они думают, куда эти деньги делают, то ли экзамен, то ли выбросить, то ли выбросить. Ругулять. Зато они знают, что и в день их счастье. Ну, наверное. Счастье, когда у тебя большая семья. Да. Они все детей, детей, братья, братья. Да, и все математики, чтобы считать это все. Было бы интересно, если была бы задача, например, сколько нужно, если каждый, который, ну, как бы, брат, он хочет свой процент от этой суммы, от получившейся, сколько нужно брать их, ну, как бы, купить, получить для большого числа денег, как бы круто. Так. Сколько? 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 Так, вся, смотри, каждому, каждому нужно... Ну, 100, да, да. Да, то есть больше 10 братьев надо. Но каждому еще, каждый от этого еще закончится какой-то процент. Точно. Каждый брат еще закончится. Да, это все равно не те, что он приемлет хватит. Закончено. Что все-таки давайте результате получается? Вот первая схема, когда один от одного доста, второй отстаточ, трехсот и третий... По максимуму шестьсот шестьдесят девять. Да, да, шестьсот шестьдесят девять. Сколько? Шестьсот шестьдесят девять. То есть наибольшее значение... Шестьсот шестьдесят девять. Так, вот здесь можно оставить восемьсот голодных, это самый интересный случай. А можно еще один вопрос? А в ответ записывать восемьсот или то, как они это разделили? Смотрите, как выгоднее всего распределить? Движите, как они распределили. И что конкретно в этом получится? То есть смотрите, если хотя бы один получает больше четырехсот, он платит от этого уже пятьдесят процентов. То есть уже больше двухсот они отдают. И уже меньше восемьсот у нас осталось. Можно даже не расписывать. В других случаях там у нас первые, которые нашли. Можно оставить восемьсот. Итак, мне интересен первый случай, когда все троне заработали от ста до четырехсот. Двадцать раздаводит четырехсот. Даже можно не расписывать, потому что там меньше восьмьсот у них останется. Здесь получается, что они все, каждый платит по двадцать процентов. То есть у них остается восемьсот процентов от заработанной суммы. То есть восемьсот золотых. Как вот теперь им распределить уже по этому способу, когда каждый от ста до четырехсот. Точнее, как вам записать этот год? Четыреста, четыреста, с какого двести? Нет, нужно один пример привести, хотя бы два. Сколько примеров нужно привести? Слушайте, смотрите, четыреста, четыреста, двести, да, пожалуйста, там, триста тридцать, триста тридцать и триста, да? Вот равно, ну, триста тридцать, четыреста, триста. Ну, мы же не будем чистить, как долго выписывать. Как проще это сказать? Чтобы каждый сон не превышал четырехсот. Все, лично, да. То есть наибольшее количество денег они себе сохранят, если доля каждого брата находится в пределах от ста до четырехсот. Да, и привести один пример. Например, там, если триста пятьдесят, триста пятьдесят и триста, в сумме, там, они получают восемьсот золотых. Есть. Смотрите, три брата уже на сколько он убил, да? Все, друзья. Кто позже выключился к нам, для запись? Нет? Запись есть. Следующий мастер, этот мастер-класс, мактренинг, у нас послезавтра. Следующий. Второго июня. Первого июня готовимся самостоятельно. И второго июня всех жду. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok